Спрашивают насчет, опять-таки, абортов, что действительно отрицательная карма или негативно нарабатывается при абортах и врач, и женщина при этом, хочет или не хочет. К сожалению, это правда. И нравится нам не-нет, но это действительно так. Поэтому, в любом случае, убийство есть убийство, и как бы не пытаются сказать, а вот, типа, вот, там вот несколько клеточек, там еще ничего нет, сущные уже находят момент зачатия. И поэтому сущные уже привязаны к биомассе. И поэтому, когда аборт делается, сущные выбрасываются, и оказывается в большой состоянии риска попасть в тот нижний астрал, потратив уже потенциал определенного на создание нового вийского тела, оказаться именно в нижнем астрале, потому что не выброса большого высокого уровня сложно получить в момент аборта, и так далее, и так далее. И поэтому, так сказать, даже это страшнее, чем убийство такое, потому что, когда человек убивает просто так, ну, как обычно, тело убивает, сущность, да, не закончилась свое развитие, не закончилась свою жизнь естественным путем, но она воплотится вновь. А когда сущность выбрасывается так, есть риск, что сущность может погибнуть, значит, уже никаким другим воплощением быть не может. Не всегда такое происходит, но иногда происходит. Так что, вот понимаете, из-за того, что нет понимания у людей, из-за того, что навязывают людям, особенно молодежи сейчас, сексуальную свободу, типа, это нужно для здоровья, как психологи выпустят. Тысяча психологов западных написали книжку, где написали, что секс – это лекарство от стресса и продлевает жизнь. Другими словами, чем больше секса, тем больше снимается стресса, тем вы дольше живете. Ну, хотя бы посмотрели, кто разрадничал, кто имел чересчур активную сексуальную жизнь, а не к 30 годам превращаясь в стариков, изможденных и так далее, и так далее. Значит, дело не в сексе, но кому-то нужно навязать мысль, что секс – это смысл жизни, что никакой любви не существует, что все только эндофирмоны, которые вырабатываются, и что человек просто вот скотина, который только может быть скотским вести себя и так далее. Навязан вопрос. Должны люди становиться скотиной, если от них этого хотят? Это зависит не от тех, кто хочет, а от тех, кто идет за этим или нет. Поэтому вот когда бы, если правильно, наши предки действительно, они не просто так говорили, что, ну, во-первых, аборт может быть только, с моей точки зрения, в одних ситуациях, когда угроза жизни матери. Вот когда угроза жизни матери, тогда может быть действительно аборт, который распространение жизни. Во все остальных случаях аборт нельзя, недопустимо. Ну, когда вот навязывают, медицин навязывают, что это все на, все ерунда какая-то, подумаешь, там полчаса делай, и все в порядке, да? Это ложь. И страдают от этого, в первую очередь, те женщины, которые, девушки, которые покупаются на эту ловушку. Но те, кто уже, ну, сделал аборты, ну, в данном случае, кто написал записку, может, они это имели в виду, я постараюсь вот в конце встречи за несколько минут провести работу, вы просто подумайте, я постараюсь убрать последствия того действия, которое вы совершили, не понимая того, что вы делаете. Но надеюсь, в дальнейшем вы такого делать не будете. Не только те, кто написал, но и остальные. Потому что, действительно, извините, незнание того, что происходит, не освобождает ответственности за прошедшее. Если ребенку дать красную кнопочку и сказать, нажми кнопочку, и он нажмет, и при этом взорвется атомная бомба где-то, да, ядерная, это не значит, что он, о том, что погибло после этого, ну, миллионы людей, он этого не знал, а освобождает его ответственность то, что он нажал? Нет. Хотя он нажал, потому что мы сказали нажать, или дали кнопочку, не нажимая, к примеру, да, а ребенок всегда по-действию нажмет, ну, закон такой существует. Понимаете, неважно, понимаете человека, не понимаете, если он действует, и его произойдет какое-то действие, это действие, он должен быть готов к ответственности. За каждую способность должен отвечать. Если не понимаешь чего-то, не делай, сначала разберись. Но если делал, не понимая, будь готов за это отвечать. Ну, в данном случае, в данном случае, ему есть возможность помочь, я надеюсь, помогу, но, опять-таки, в дальнейшем я только один раз помогаю. Если человек сделал, не понимая чего-то, я помог, да, но если потом человек опять делает то же самое, я уже помогать не буду. Потому что учите это на то же виде в виду, что, а, мы еще раз придем, еще раз делаем, и опять нам снимут проблему, а вот вам еще, и потом еще. Предупреждаю. Нет, только один раз. Да, у вас, может быть, несколько абортов до того быть, когда вы не понимали, что к чему касается женщин, это уберется. Но если после этого будете проходить и делать опять ту же самую ошибку, уже вы осуществлять не будете, уже вы должны нести ответственность. Потому что вы понимаете, что к чему. Сейчас врачи очень часто делают, и пихают женщин, они говорят, у вас замерзшая беременность, а на самом деле нет, для того, чтобы человек сделал абортов. Отвечает ли врач за то, что он немножко ставит неправильно информацию? Ну, к сожалению, существующие законы делают, что он не отвечает. На самом деле отвечает, естественно. Хотя это делают, я проясню, почему это делают. Не только замерзшая беременность. Очень часто где-то в районе шестемесячной беременности женщинам убеждают, что флот развивается уродливым, и что нужно его уничтожить, чтобы не родился урод. В 90% случаев это ложь. А знаете, почему это делают? Сказать вам? Нет, я вам скажу, кто не знает. Кто-то знает, это хорошо, но те, кто не знают, просто проясню. Делают вытяжку из спинного головного мозга от шестемесячного ребенка. Это уже в принципе человек. И продают его на Запад, для того, чтобы паразиты другие, которых миллиардов долларов, могли оздоравливаться, продлевать свою жизнь. Потому что стоимость такого грамма, это у меня информация была в 1994-1995 год, думаю, сейчас дороже, 8-10 миллионов долларов за грамм. И вы знаете, сколько таких примерно абортов делается? Около миллиона абортов в год такого плана, прерывание беременности. Вопросы. Вот женщины сидят здесь. Если женщина проносила ребенка 6 месяцев, то она явно собиралась его рожать. Только в исключительных случаях, когда у женщины, может кажется, почки и так далее, угроза жизни при таком сроке можно прерывание беременности делать. Но это и редчайший случай. В основных случаях женщины хотели родить ребенка. Убивают детей уже, в принципе, это уже человек, в принципе. Потому что при жрежении робота 7 месяцев, 6 месяцев, то же самое. Только для одной цели. Чтобы сделать вытяжку, называется Human Beta Alpha Protein. Чтобы потом продать. И Россия лидер по продаже на всем мировом рынке. Не Китай, как ни странно. Кроме того, у нас очень много населения, да? А у Китая мало. Хотя и там, и там-то это преступление, считаю. И поверьте, чтобы... Вот я нарушил данные, 1994-1995 год, США закупала в России 6-8 паунтов, то есть 2-3 килограмма в год. 2-3 килограмма. Кажется, немного, да? Но каждый грамм платили 8-10 минут за грамм. Это закупали сырье. А представьте, сколько детей нужно убить, чтобы собрать эти 2-3 килограмма. Это только в Америку, США. Как вы думаете, сколько врачей такое делать могут? Один? Два? Это тысячи врачей. Тысячи гинекологов, кушеров, которые должны быть... Кто бороться за жизнь? И эти люди, называя себя врачами... Понимаете, я понимаю, может быть, выродок 1, 2, 3, 10, 100. Но не тысячи выродков. А если они делают, значит, они выродки по природе своей. Не так ли? Вот и думайте. Делайте выводы. Следующий вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!